Американская Дейли Мэйл И официальную церемонию фотографирования здесь, в Казани, говорят, что не работают против других стран, просто хотят быть суверенными государствами. Уважаемые главы государств, дамы и господа, друзья, искренне рад приветствовать всех вас в Казани. Сегодня президент России Владимир Путин принимает у себя мировых лидеров в рамках того, как саммит БРИКС, развивающихся экономик. Это все происходит на фоне западных санкций. 20 мировых лидеров прибыли в российский город Казань для участия в саммите. Кремль посылает сигнал, что попытки Запада изолировать президента Владимира Путина из-за его вторжения на Украину провали. В Москве это называют крупнейшим международным мероприятием, которое когда-либо принимала Россия. Он, как бы, говорит нам, смотрите, я игрок на мировой арене и могу собрать вместе много санкций. С другой стороны, это позволяет ему дать сигнал о том, что его намерение изменить миропорядок находит отклик и в других странах помимо России. Запад хочет увидеть изоляцию Путина, но БРИКС демонстрирует, что это не так, сообщает американская СНН. Путина поддерживает гигантская коалиция, которая формирует новый миропорядок. Москва, Китай, Тегеран бросают вызов западной Гиги Му. На встрече с СИ, которая продолжает сейчас, обсуждают в том числе Украину. В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны глобального юга создали группу друзей мира. Она направлена на объединение больших голосов в поддержку мира. Важно на основе принципов недопущения перелива конфликта, его распространения на третьи стороны, избежание эскалации боевых действий и отказа от подливания масла в огонь, содействовать скорейшей деэскалации ситуации. Тема Украины звучала на двусторонних встречах с лидерами Индии, ЮАР и Египта. Президент сообщил партнерам о ситуации на войне. Помощник Путина Ушаков рассказал, что Россия приветствует китайско-бразильскую инициативу, которая предусматривает окончание боевых действий по нынешней линии фронта. Отказ Киева от вступления в НАТО и снятия санкций. В своем выступлении СИ цитирует роман любимого писателя Чернышевского. Стало известно, что Путин во время визитов в Китай подарил СИ экземпляр, изданный в 1953 году. В библиотеку его передали 15 июня, в день рождения председателя КНР. Мы стоим перед судьбоносным выбором, будет ли наш мир турбулентным или вернется в русло мирного развития. Это напомнило мне книгу русского писателя Чернышевского «Что делать?», в которой главный герой проявил исключительно твердую волю и решительность в достижении своих целей. Вот такая сила духа сегодня нам очень нужна. Чем сложнее наша эпоха, тем важнее вести упорную борьбу. Президент Белоруссии Лукашенко прилетел на саммит БРИК в сопровождении эскорта из вертолетов от хлеба с солью и Чак-Чака в итоге не отказался, но сказал, что много сладкого есть все же нельзя. Это Чак-Чак. Я меня угощаю с тем, что мне есть нельзя. Ты худенький, а мне в родине... А вы что? На резервном самолете в Казань вместе с женой прилетела президент Венесуэлы Мадуро. Его борт номер один конфисковали власти Доминикана по прямому указу из США. Мадуро явно пришелся по вкусу хлеб. Попробовав каравай, он показал руками Белиссимо. Супруги президента Венесуэлы вручили букет от Путина из кремовых, розовых и салатовых роз. Мадуро передал привет с глубочайшей адской любовью всему народу России. Я поздравляю вас с успехом этого исторического саммита. Это важный посыл надежды для всего мира. Россия и Венесуэла сформировали связи, которые невозможно нарушить. Следим за той борьбой, которую ведет Россия с нацизмом. Вашингтон ввел против Москвы больше полутора тысяч санкций. В отношении Китая действуют около трехсот санкций, в том числе торговые ограничения и тарифы на импорт, введенные под предлогом защиты американской нацбезопасности. С более чем тысячей санкций из-за ядерной программы столкнулся Иран. Против Венесуэлы введено больше трехсот. Теперь страны БРИКС обретают независимость от США. Новая цифровая платежная платформа сможет защитить транзакции от рисков воздействия со стороны Вашингтона. Он хочет использовать этот саммит, чтобы достигнуть цели по созданию альтернативной глобальной торговой системы в неиспользовании доллара и SWIFT, чтобы обеспечить лучшую защиту от санкций. Эта система позволяющая урегулировать вопросы трансграничной торговли между двумя странами без использования глобальной системы. Китай уже тестирует собственную версию. Они провели несколько транзакций с ОАЭ, еще страной БРИКС. У России есть несколько приложений по расширению и использованию цифровых валют. Но в целом все участники говорят, что поддерживают создание такой альтернативной системы для развития торговли между странами. Мы серьезно должны обсуждать эту тему. Мы не можем больше ждать. Необходимо решать. Многие хотят разделить мир на друзей и врагов. Но страдают люди, которые находятся в более чуткой сфере. Хотят работать, есть, качественное здравоохранение, школу, мир без климатических трагедий и мир без оружия. На повестке двусторонней встречи Путина с президентом Турции Эрдоганом строительство новых АЭС запуск первого блока атомной электростанции АКУЮ планируют в 2025 году. В Казань Эрдоган пролетел вместе с женой. Глава Татарстана приветствует его по-турецки и вручает букет из роз и хризантем от президента России. Турция, член НАТО, хочет получить членство в БРИКС, организации, где доминирует Россия. Должны ли мы быть обеспокоены этим? Давайте не будем забывать, что Турция очень важный для Альянса союзник. Она играет важную роль на восточном плане НАТО. Турция пытается собрать все лучшее из этих двух миров. И с турецкой точки зрения это, конечно, имеет смысл. Вопрос лишь в том, как далеко это зайдет. Если членство Турции в БРИКС останется свободным, то это, вероятно, все еще будет приемлемо для Запада. Если же дело пойдет дальше, то это уже другой вопрос. Турция уже заинтересована в том, чтобы стать членом ШОС. Это может стать действительно проблематичным, потому что невозможно одновременно находиться во взаимно противоположных альянсах. На базе Инжерлиг в Турции, самой восточной базе, командование ВВС США и НАТО в Европе, дислоцируется около 5000 американских солдат и хранится американское ядерное оружие. В то время как Запад пытался ввести беспрецедентные санкции против российского правительства,